Расскажет, раскроет тему мысль о создателе времени. Светлана, как вы уже знаете, она психолог, психоаналитик, лайф-коч. У неё есть сайт по школе автономии. Также она проводит ретриты и даёт индивидуальные консультации. И у неё есть большое количество марафонов, такие как возможности меня, депривация сна, исполнение желаний, стройность. И также Светлана практикует автономный образ жизни. Вам слово, Светлана. Всем добрый вечер. Я ещё раз благодарю, что пригласили меня вновь. Хотелось бы, наверное, раскрыть тему сразу же. Почему такая тема, откуда она возникла и откуда такая, наверное, не столько уверенность, сколько чувствование того, про что я говорю. Почему я говорю, что мысль — это создатель времени. очень много людей, которые пытаются по каким-либо причинам, по различным причинам избавиться от мыслей. И очень-очень много теорий у людей, как избавиться от мыслей, что такое мысль, откуда она возникает, куда она приходит, что за ней идёт. Ну, то есть очень много всего. И у людей действительно очень много теорий. Они достаточно умные, я бы, наверное, даже сказала. Но всё же мысль, я бы, наверное, назвала так, что вообще у нас в нашей плотности, я убеждена, что есть время только в нашей плотности, в этой плотности. Вот. И... Тише. Вообще. И у нас есть частицы времени, и они абсолютно разные. Частицы времени — это то же самое, что, как у нас с любыми молекулами, ещё с чем-то, они имеют разную плотность, и за счёт того, что разная плотность, они, естественно, бывают более быстрые, если так простым языком говорить, и менее быстрые. И что такое осознание? Когда мы осознаёмся, когда человек осознаётся, то он становится, видит всё вот это вот происходящее в этой плотности с той скоростью, с какой идут мысли. И если он идёт с этой же скоростью, с какой идут мысли, то тогда мысль в него не входит, а он идёт наравне с мыслью. И только тогда он может эту мысль смотреть, следить, отслеживать, не вовлекаться, а видеть, что идёт мысль. И мы, наверное, очень многие замечали такие моменты, что почему мысли — создатель времени? Потому что мы через мысль в своём обычном состоянии, мы через мысль себя начинаем переносить в любой временной отрезок. То есть мы можем помыслить и перенести себя в прошлое, что-то вспомнить, что-то там даже переделать, какие-то моменты. А можем помыслить и перенести себя в будущее, которого не существует, и там воображать всё, что бы нам хотелось. Но мысли в настоящем моменте её нет никогда. В настоящем моменте у нас есть только жизнь, в которой мы живём. И как только мы начинаем цепляться за мысль, нас сразу же уносит в прошлое. Мы сразу же начинаем интерпретировать через мысль прошлое, что у нас произошло, что у нас случилось. О чём мы помыслили. И через эту мысль мы пытаемся привести себя в определённое состояние, ощущение. Мы через мысль пытаемся рассказать себе о чувствовании. И как только мы это делаем, то есть чувствовать и ощущать можно только здесь и сейчас, в настоящем моменте, в моменте без мысли. И когда мы начинаем интерпретировать, а что же мы почувствовали, а что же мы ощутили, то тогда мы идём через интерпретацию в прошлое. И нас мысль всё время оттягивает либо в прошлое, либо в будущее. Мысль всегда создатель времени. Потому как если мы не ускорились с Эймерами, с Эйронами, ещё с любыми другими частицами времени, то мы тогда не идём вровень с мыслью, а мы пользуемся теми мыслями, которые нас уводят постоянно куда-то. Не знаю, насколько это понятно. Можете задавать вопросы, и я с удовольствием отвечу. Интересно. А как вот так, получается, можно удерживать, чтобы ты в моменте постоянно был, чтобы ни туда, ни сюда не уносила? Как вот выбрать эту середину? А тут её не выбираешь. Тут в определённом состоянии уже получаются такие моменты, что тебе не обязательно обдумывать какой-то шаг, тебе не обязательно что-то планировать. Конечно же, без этого в нашем материальном мире никак нельзя. Но большую часть времени ты можешь находиться без мыслей, просто в делании. И когда ты просто делаешь, тогда у тебя просто идёт. Вот мы сейчас разговариваем с вами, я же не обдумываю, что я буду говорить, я просто делаю. Делание, я просто говорю, как говорильня. И то же самое происходит, когда, например, человек поёт песню. Особенно те моменты, когда человек поёт песню, и что вижу, то пою. Потому что, может быть, кто-то знает, вот такие вот на сегодняшний день очень распространённые заболевания и на сегодняшний день очень помолодевшие заболевания, как деменция. Чтобы максимально оттянуть вот это заболевание, чтобы максимально человек мог быть в состоянии здесь сейчас, в состоянии памяти, так скажем, памяти вот этих моментов ближайшие. Потому что деменция, как правило, помнятся какие-то дальние, молодость, детство какое-нибудь. А то, что у тебя происходило час назад, это стирает из памяти, краткосрочная память, она её вышибает. И чтобы эти состояния облегчить, если, например, у кого-то родственники с этим недугом есть, то можно просто говорить, что вот этому родственнику вот просто он ходит по квартире, по дому и начинает петь то, что он видит. Там, например, «я иду в ванную», «я иду в туалет» и начинает это пропивать. И когда он это пропивает, у него начинается состояние здесь и сейчас. А когда начинается состояние здесь и сейчас, то получается, что мозг у него расслабляется, и при расслаблении маленькие капилляры начинают обратно пропускать кровоток. Но это я не медицинским языком говорю, опять же. Я говорю то, что я могу передать это обычным языком, чтобы было обычному человеку понятным. И когда вот эти капиллярчики открываются, то вот это состояние краткосрочной памяти, оно становится более таким плотным, и человек как бы немножечко уходит из своего недуга, и многие моменты прямо оттягиваются на несколько лет. То есть вот эта тяжёлая стадия деменции, она оттягивается, бывает, и до трёх, и до пяти лет. Потому что в состоянии деменции, как мы знаем, что человек может пребывать годами и даже десятилетиями. да, у меня тут есть такой пример рядышком. Очень трудно даётся песни попеть таким людям. Надо, наверное, их стимулировать. Вместе с ними, да, у меня тоже мама болела деменция, достаточно продолжительное количество времени. Но да, их нужно постоянно контролировать, потому что иначе они всё это забывают, и им ничего не нужно, идут в раздражение часто. Да, есть такое, есть такое. У нас пишет Toyota на YouTube, что коту всё на подкорочку записывается, что мы тут говорим. Да. Да, спрашивают, зачем депривация нужна? Депривация, ребят, искусственная депривация нужна, чтобы, наверное, ощутить и осознать некоторые моменты, что с твоим организмом может происходить. Потому что сон — это побочка нервной системы. И мы прекрасно с вами знаем, да, что когда формируется ребёнок, то одним из первых формируется нервная система. Вот. И как раз нервная система, она у нас обволакивает… Мы все, наверное, прекрасно знаем, что, например, в желудке, желудок — это мышца. Это сплошная мышца с множеством нервных окончаний. И вот когда люди говорят про паразитарку, что паразиты начинают там оттягивать на какое-либо, на какую-либо еду, на какие-то срывы, ещё что-то, я, наверное, всё же не соглашусь с этим, потому что я очень много это изучаю сейчас. И именно из-за нервных окончаний, которые идут в голове, именно через это у нас идёт и приток каких-либо желаний на какой-либо продукт. И это абсолютно не касается паразитов, которые находятся в нас. Но это достаточно большая глобальная тема. И именно поэтому, наверное, чтобы максимально раскрыть не урывками, а пошагово там, начиная от копчик, крестец, позвоночник, грудной отдел и далее по костям пройтись, по гладкой мускулатуре, по внутренним органам. Именно поэтому, что 8 апреля я запускаю марафон, у нас будет идти 21 день, называется «Рождение аватара». И там я буду рассказывать, будет там ещё приглашённый специалист, там мы будем рассказывать, то есть я буду рассказывать, что, например, зубы, как их улучшить, к примеру, там нужно массировать вот здесь, потому что почечная кровь у нас скапливается, вот как бы она смешно не была вот здесь. И тогда у нас, как её массировать, почему, каким упражнениям это лучше, в домашних условиях, чтобы каждый это мог сделать, чтобы у нас максимально, насколько это возможно, улучшился кровоток в дёснах, чтобы зубки наши всё-таки ещё пожили какое-то время, пока мы не осознаем, что такое смена зубов и насколько она нам нужна. Вот. И все вот эти вот моменты, что делают почки, как наши почки отражают наш внешний мир, как с внешнего мира можно считать, что у тебя болит. И если ты понимаешь, что у тебя почки, надпочечники, там ещё что-то, какие упражнения можно сделать дома, как правильно сделать, как правильно растянуть мышцу, как правильно потянуть сухожилие, что нужно сделать, чтобы даже такие моменты, как проговорим, конечно же, что такое рот и какая часть тела отвечает за наш рот, чтобы были воспоминания. Потому что мы же многие говорим, опять же, касаемо времени, мы многие говорим, что вот если бы я помнила вот то-то, я бы не делала вот то-то. Но память-то ведь у нас никуда не ушла. И через физическое тело мы можем вернуть эту память. И, конечно же, это будет три дня бесплатно, это будет два раза в день эфир. И если кому-то понравится, можете регистрироваться уже хоть сейчас. Если кому-то понравится, вы можете уже перейти в следующий этап. Если кому-то не устроит та информация, про которую буду говорить, можете просто поприсутствовать первые три дня и посмотреть, про что там будет говориться. Это как раз для того, чтобы мы максимально могли узнать своё тело, мы максимально могли увидеть этот великолепный дар, через который мы можем познавать эту плотность. Потому что эту плотность мы можем познать только через наше физическое тело. И чтобы это было максимально комфортно, именно про это я и говорю. Потому что я сама столкнулась с тем моментом, что когда я была лежачей, я искала информацию, чтобы меня вывело хоть на какие-нибудь улучшения моего физического тела, потому что моя психика уже тоже не справлялась с тем, что происходило. И было очень мало информации на тот момент, даже про сыроедение 10 лет назад. И я прекрасно понимаю, что если человек работает, то ему просто некогда где-то ковыряться, негде искать информацию. Это, конечно, если тебя уже совсем свалило, и ты лежишь там где-нибудь в больнице либо в кровати, то тоже ничего хорошего. Тут уже одеваться некуда, и начинаешь ковыряться. Но и то не все. И именно для тех людей, у которых нет этой возможности, я, наверное, это и делаю. Это, конечно же, и для меня. Для меня в том смысле, что я хочу вокруг себя создавать здоровое общество, здоровое во всех отношениях. Именно для того, чтобы самой комфортно существовать в этом здоровом обществе, чтобы мои дети существовали в этом здоровом обществе, чтобы жизнь была прекрасна. Именно для этого я делаю вот эти все марафоны, создаю. Они по минимальной абсолютной цене, от которой я не могу озвучить здесь, потому что бывает, что YouTube сейчас закрывает, ставит стримы за разные такие вот штучки. Вот пишите в личку, пишите, присоединяйтесь, я там все расскажу. Да, уже есть вопросы, спрашиваю, где можно зарегистрироваться. Там же должны быть ссылочки. Это на вашем Телеграм-канале, да, регистрация? Да, на Телеграм-канал. Там все ссылки под этим видео, под любым моим видео все есть. Поэтому на Телеграм-канал присоединяйтесь, там вам все расскажут, все покажут. Светлана, а где вот, какая часть тела отвечает именно вот за рот? Вы сказали… Задняя поверхность бедра. Задняя поверхность бедра. Это значит над ягодицами, да, получается? Задняя поверхность бедра. Смотрите, у нас… Задняя поверхность бедра у нас тоже бывает абсолютно разная. Вот вы, наверное, видели, да, что вот идут два человека. Например, в принципе, плюс-минус одинаковые комплекции. Ну, у одного такая круглая красивая попка, а у второго попка практически нет. И это не говорит о том, что они какие-то разные упражнения делают, мало занимаются в зале, еще что-то. Это говорит о том, что у них разная ягодичная мышца. То есть у которого красивая круглая попка, у них короткая ягодичная мышца, у которых плоская попа, так называем, у них длинная ягодичная мышца. И при разной ягодичной мышце идут разные упражнения. Разные упражнения, чтобы как правильно сделать, чтобы свою родовую память раскрыть в задней поверхности бедра. То есть получается, если она короткая, то ты с родом не связан, нужно… Нет-нет-нет, связан, ни в коем случае связан, просто конституция другая. Это же то же самое, что, например, тренер не может нескольких человек тренировать одинаково. Если он это делает, то значит, что он не профессионал, потому что у каждого своя специфика мышц, мышечного каркаса. И то же самое здесь, что если мы говорим о каком-то внутреннем органе, если мы говорим о сукажилиях, если мы говорим о мышцах, они у нас настолько разные у всех, что одному подойдёт вот это упражнение вот с такой проработкой, а другому подойдёт вот это упражнение вот с такой проработкой. Как интересно. То есть прежде чем вы даёте какие-то установки на работу с рода, вы говорите, покажите мне свои ягодицы. Не-не-не, он сам знает какие. То есть там же, смотрите, будет сколько-то человек, да, я же как, я всех же не посмотрю, я просто буду говорить, все же прекрасно знают, какая у них конституция. Вот. И говорю, при такой конституции вот это, при такой конституции вот это. И они, каждый начинает просто на себя примерять. В любом случае, как бы она ни была, там будет с физическими упражнениями, которые, как ни крути, они всё равно полезны. Всё, иду зарегистрироваться. Уже буду сразу знать, что сразу будет короткая мышца, короткая. Что надо делать? Здорово, интересно. Ещё такой вопрос был, он немножко как бы, ну, тоже, в принципе, по теме. Знаете ли, может быть, вы сколько в пране калорий? Тут у нас в чате, в зуме спрашивают, такой вопрос когда-то, я не задумывалась. Это здорово, что у нас юмор, ребят, юмор должен присутствовать на первом месте. Вот, он очень калорийный. По мне, вы видите. А тогда, может быть, расскажите, вот, как у вас какие-то срывы бывают, или у вас уже всё это идёт стабильно, автономия, сколько там воды, какого-то. Интересно, вот, ваш, как бы, образ, вот, например, там, неделя, например, да, вот расскажите, как у вас происходит это, ваше питание прана, или что-то всё-таки подъедаете, подпеваете. Смотрите, прана — это разные вещи. Вот, то, что мы называем автономием, излюбленным словом, да, я это слово не люблю, мне оно кажется такой механический процесс, я себя при этом слове не ощущаю живым человеком. Есть ещё солнцеедение, да, где люди питаются солнышком, потом есть неедение, вот неедение — это как раз моя история, когда неинтересна еда и жидкость, а есть прана питания, это когда человек уже перешёл на следующий этап, когда он может не дышать, не дышать лёгкими, вот это прана, вот, а неедение — это когда люди начинают вот практиковать, они идут, некоторые же практикуют, а некоторые начинают соревноваться друг с другом, и когда начинают соревноваться с друг с другом, это переходит всё-таки не в неедение, а в голодание, в обычное голодание, вот, что такое неедение, это когда ты осознаёшь, что есть эта жизнь, и тогда для тебя становится неинтересна еда и жидкость, это когда у тебя сейчас, секундочку, интересно, мы сейчас раскрываем, глубоко пошли, смотрите, мы все с вами понимаем, что еда, как мы уже с вами проговорили, это нервные окончания, которые у нас идут импульсом в голову, и еда — это эмоции, эмоции — это поверхностное состояние, это не чувствование, это не ощущение, чувство и ощущение — это наше природное естество нас самих, нашего аватара, через который мы осознаём себя. Когда мы говорим об эмоциях, эмоции, они бывают фееричны, но они разовые, они вспышка, и когда ты приходишь к себе, то для тебя эмоции становятся неинтересными, ты понимаешь, что это поверхностное состояние, и когда они становятся неинтересными, ты не вызываешь своим образом в жизни эмоции, ты идёшь на чувствование, на ощущение, а когда тебе неинтересны эмоции, то тебе неинтересно всё то, что связано с этими эмоциями. То есть получается, люди едят от скуки, если у них жизнь интересная, то им это уже не нужно. Ну, наверное, я бы всё-таки назвала это не скука, мы же люди очень часто не могут себя встретить, не могут познать, кто я, и за счёт того, что не видят, кто я, они не живут собой, они не живут своей жизнью, они наблюдают за жизнью других, они делают какие-то вещи, которые не им интересно, а социум говорит, что вот так вот нужно делать. И когда ты живёшь не своей жизнью, ты всё время в неудовлетворённости, а когда ты в неудовлетворённости, то единственная самая лёгкая радость, которую ты можешь получить, которая абсолютно доступна, это, конечно же, через еду. И именно поэтому, когда ты осознаёшь себя, вот у меня ребята на ретрите, но на ретрите у меня практически никто не кушает, а если кто-то кушает, то это как такой процесс, который не обволакивается чем-либо. То есть это может быть один, какая-то пищитка раз в два дня. И то чаще всего, что это чтобы заглушить интоксикацию какую-либо. Интоксикацию, естественно, через голову. А так, в принципе, когда в общей, когда мы раскрываем друг друга, когда человек понимает это, особенно когда идёт в общем коллективе, то тогда это неинтересно становится. И у меня много случаев было, что ребята под конец ретрита говорили, о, а я даже не заметила, что я, оказывается, чемодан разбирала, у меня там фрукты стукли. Говорит, я даже не вспомнила, что они были. И такое действительно происходит. Но очень часто, когда мы возвращаемся в привычную среду, где наши семьи, дети, мужья, жёны, ещё кто-то, то часто вот это вот оттаскивает назад, оттаскивает назад вот эти вот привычки и идёт возврат в это. Но возврат идёт не потому, что ты без этого скучал, а потому что здесь уже всё привычно, и от этого отказаться не всегда легко получается именно эмоционально. Понятно. А как можно вот связать мысли и неедение как-то вот какую-то грань провести? Вот это всё-таки же, наверное, есть связь какая-то? Мысли и неедение, но, наверное, все пробовали на себе такие моменты, что когда ты уходишь от еды, даже на какой-то непродолжительный срок, даже если это будет чуть больше, там, 48 часов, то ты какое-то время идёшь как натянутая струна. То есть почему как натянутая струна? Потому что ты начинаешь поворачиваться к себе, ты начинаешь ощущать, что тебе хочется, ты начинаешь ощущать, что тебе нравится, ты начинаешь ощущать, что ты хочешь сказать, ты начинаешь говорить «нет» в те моменты, которые ты раньше себе не позволял, ты начинаешь находить себя. А когда ты начинаешь находить себя, ты настолько погружаешься в себя, что тебе неинтересны сторонние мысли. И ты тогда начинаешь жить этим моментом, который протекает через тебя. Тогда жизнь начинает течь через тебя. Но чтобы опять же выйти к этому состоянию, это вот некоторые рассказывают, что у них так просто это бывало. Я — нет, я самый обычный человек, у меня это было всё длительное время со скрипом. И если бы, наверное, не моя смертельная болезнь, я бы, скорее всего, к этому и не пришла. Да. Спрашивает Ирина, как вам удалось набрать вес? Ну, это психологический был момент. И я его в открытом эфире рассказывать не буду, но ребятам на ретритах либо на марафонах я рассказываю про это, что у меня произошла определённая ситуация в моей жизни. И мне нужно было ни в коем случае, чтобы никто не догадался, что у меня такой образ жизни, чтобы не забрали детей. Да, то есть вас, как говорится, жизнь заставила, и у вас настолько вы сильно в себе нашли эти силы, чтобы взять всё, повернуть так, да? Вау. Да. Как только я пойму, что у меня этой опасности больше нет, то тогда в привычное мое состояние обратно всё придёт. Это будет очень быстро. Да, сразили такую информацию. У меня же все вопросы куда-то улетели. Тогда, может, продолжим вот с этими мыслями. Когда их контролируешь, тогда можно их остановить. А потом, как только перестаёшь о них думать, они опять начинают откуда-то приходить. Как интересно вот остаться в таком моменте, чтобы вот не думали мы и ни о будущем, ни о прошлом. Ну, смотрите, контролировать что-либо, контролировать мы вообще ничего не умеем. Не можем. У нас это никогда не получится. Это миф, который мы придумали для себя, чтобы себя же вложить, что я вот такой вот значимый. А когда ты отпускаешь это состояние, то как раз тогда ты приходишь вот в эту лёгкость. Наверное, чувствовали по себе, да? Ну, вот очень многие же начинают искать себя, приходить к этой осознанности, что такое осознание, что такое просветление, пробуждение. И ведь многие ездят годами по каким-либо гуру, там ещё к кому-нибудь, и думают, ну вот почему вот я вроде-вроде вот уже здесь и никак не могу вот всё-таки вот попасть в это состояние. И очень часто бывает такое, что человек уже вот он просто вот всё, он говорит, всё, я больше не могу. Видимо, это не моё, мне это не дано, вот это только для кого-то, для избранных. И вот он садится, и это вот всё больше. И вот в этом, в тотальном расслаблении к нему и приходит как раз вот это вот осознание, пробуждение, что такое пробуждение. А оно же приходит моментально, оно же приходит сразу же. То есть у тебя это как через тотальную честность. У тебя весь мир выворачивается наизнанку. Он остаётся весь тем же самым, он никуда не девается, и ты тот же самый. Но ты уже тотально честно видишь каждую деталь этого мира и точно так же относишься к себе. И когда ты через честность идёшь, то у тебя уже нет страха смерти, потому что ты в момент понимаешь, что всё, что есть, это уже есть ты. То есть мы почему боимся страха смерти? Почему мы боимся умереть? Потому что мы очень боимся, что я ещё вот здесь не была, я ещё здесь не сделал, я ещё вот этому не сказала. Вот то не осознал, туда не съездил. Что-то не доделал, что-то не досказал, что-то не дожил. И из-за этого у тебя есть страх смерти. А когда ты осознаёшься, пробуждаешься, не знаю, путаю эти слова, то у тебя уже есть такое состояние, когда ты понимаешь, что ты есть всё. Ты всё в момент, ты прожил всё в момент. Тебе не обязательно возвращаться в это физическое тело. И тогда у тебя нет страха смерти ни за что. Ни за своих детей, ни за себя, ни за своих близких. Ты просто понимаешь, что эта жизнь, она вот так вот течёт, она есть. И это уже совсем другие состояния. Да, у нас тут советы. Светлана даёт над своим эго. Надо не забыть поработать. А то шарахнет где-то, наверное. Она про свой опыт рассказывает. Нам даёт слышать. Я только про свой опыт рассказываю, да. И, ребят, эго — это же неплохо. На самом деле в нашем материальном мире, в этой плотности эго, если к нему правильно и по-честному относиться, то оно нас как будто бы корректирует. Это как будто бы мы идём по поребрику, да, а вот это вот эго не даёт подвернуть ногу, не упасть от этого поребрика. Но это если в том состоянии, когда ты понимаешь, что это, для чего это тебе, чтобы что, то тогда оно есть. А если ты начнёшь от него избавляться, это как избавиться от левой или правой руки. Это важно, да? Честно. Да, конечно, это важно. И нужно же понимать, что если ты совсем избавишься от эго в этой плотности, то в этой плотности тебя уже не будет. Тебе здесь абсолютно незачем будет находиться. И поэтому хотя бы через эго ты можешь себя здесь хоть немножечко сдерживать. Что ты здесь делаешь? Чтобы что? Вот как ты это делаешь? Вот. Но оно, конечно же, не привилирует. Оно, это как мне написали комментарии, что вот с эго поработайте, вы там столько-то денег собираете. Я могу сказать, ребят, что у меня очень много, очень много безоплатных сессий бывает. У меня очень большой процент ребят, определённых ребят на ретритах, на марафонах, которые абсолютно без оплаты. И я это делаю тоже с удовольствием. Но когда я понимаю, что это даст результат человеку, когда я понимаю, что он просто этим воспользуется моим временем, но сам ничего не уяснит, то ему даже я не смогу объяснить, почему я ему, например, не делаю такой привилегии, как кому-то другому. Это тоже очень важный момент. Это очень важный момент, когда ты понимаешь, почему к тебе так, что ты сделал такого, чтобы получить вот такой результат. Это же всегда твой результат. Мой результат — это всегда только мой результат, а твой результат — это всегда только твой результат. И когда ты делаешь акцент не на меня, что «ах, она такая вот, секая», это ничего в твоей жизни не поменяет. Это всегда только тебя уведёт из твоей жизни. За кем-то смотреть, кого-то осудить, кому-то подсказать. А когда ты думаешь о себе, а что я такого сделал, а почему у меня это случилось, а мне это чтобы что, то ты всегда прорабатываешь свой мир, то ты всегда дорисовываешь свой мир так, как тебе нужно, как тебе интересно на данный момент. Понятно. Так вот тут ещё, как бы утверждение Андрея пишет, что еда запускает мысли. Нет еды — нет мыслей. Вы согласны с этим утверждением? Нет. Нет еды — нет мыслей. Ребята, я столько раз видела... Я не знаю. Я сама не была в таких домах, но одно время делали такой автономный дом, где ребята рассказывали с этого автономного дома. Ко мне потом ребята приезжали. И там в этом автономном доме они делали вид, что они не кушают и не пьют. У них и огурцы, и что только там не было, что они там втихаря все кушали, спали, смотрели постоянно в телефонах эти, как люди едят, картинки с едой. Невозможно выйти на что-либо через аскезу. Через аскезу ты можешь только выдержать какой-то срок. У тебя не придёт осознание этого. И только через осознание самого себя ты можешь понять, а зачем тебе, а нужно ли тебе это? Что тебя к этому приведёт? А что ты пойдёшь? А если этого не будет, что тогда будет у тебя? Понятно. Елена спрашивает, Светлана, у вас бывают очные занятия или только всё онлайн? Очные у меня только ретриты. Ретриты, когда несколько человек, бывают ретриты индивидуальные. Когда человек приезжает на 2-3 дня, и мы с ним проводим индивидуальные проработки. Либо ещё у меня была такая практика, что я ездила в города, ездила в разные города, но я могу сказать, что у нас ещё, видимо, не так много, ну, может быть, меня просто мало человек знает. И получалось так, что я летала куда-то, и у меня всё, что с ребят там собрали, там за аренду зала, за билеты, ещё что-то, у меня это выходило в ноль. В ноль, либо я доплачивала. Вот, поэтому я себе пока такого не могу позволить. Я бы, конечно, с удовольствием вылетала просто так, если бы у меня были на эти, на это средство просто летали. Вот. Большие суммы, когда я просто приезжаю в какие-то города, я не позволяю ребятам ставить. А если ставить минимальные суммы, то не всегда набирается такое количество людей, чтобы я могла прилететь. Вот так вот проходит точное. Понятно. А можно ещё вот про ваш марафон, который будет на 21 день? Какие-то вы планируете, чтобы у людей, они должны с запросами, какие-то результаты ожидают? Или как это? Никаких запросов. Мы чаще всего даже не знаем, что мы хотим, какие запросы мы хотим, почему мы это хотим. Потому что, если бы мы это знали, мы бы самостоятельно это уже всё давно проработали. и у меня ещё ни разу не было такого, что ко мне на консультацию кто-то пришёл вот с этим запросом, и мы начинаем прорабатывать этот запрос. Они приходят с запросом и говорят, вот я знаю, вот у меня вот здесь, вот здесь, здесь, здесь. И всегда, сколько вот не было случаев, я их всегда ввожу на то, в какую сторону они даже не смотрели, они даже не думали об этом. И поэтому здесь какие запросы? Да никаких запросов. Запросы, ребят, только жить счастливо, мы только поэтому идём. И там, что ещё будет на этом марафоне? Ну, вот я уже сказала, первые три дня будет бесплатно, абсолютно без оплаты, чтобы вы могли посмотреть, что там за информация, насколько она вам актуальна, подходит ли она вам. Либо вы посчитаете, что это вообще вам не актуально, вы знаете, намного больше, чем я. Такое тоже может быть. Будет два раза в день эфиры. Скорее всего, будет в первой половине дня буду я проводить эфир. А во второй половине дня уже вечером будет проводить приглашённый специалист, который именно работает с телом, который расскажет всё про мышцы, про сухожилия, про каркас. То есть он уже давно в этой сфере, и он как раз вот это будет рассказывать. Чтобы это было... Я хочу сделать этот марафон, чтобы он был максимально полезным, полезным в этом мире. Не просто про поговорить, а именно, чтобы вы могли делать вот эти вот практики, чтобы вы на себе могли ощутить какие-то моменты, как исцелить ваше тело, как прийти к определённому состоянию себя. И это, наверное, первостепенно, почему этот марафон будет. Да, понятно. Наталья спрашивает, имеет ли значение группа крови, как говорят, на выход без еды, и с какой сейчас вы группой крови, или у вас поменялось, или нет? Я на группу крови не сдавала. Я не знаю, какая у меня сейчас группа крови. Но по группе крови, я могу сказать, это очень глубокий момент. И мы же как… Вообще группа крови, их более ста. Это мы сейчас с вами знаем только восемь, да? Там первая положительно-отрицательная, вторая, третья, четвёртая, там положительно-отрицательная. Их более ста. Это первый момент. И второй момент, она же не просто более ста. У каждой группы крови есть определённые предрасположенности человека. Но они не просто предрасположены из группы крови. То есть, смотрите, когда ребёночек рождается, у него нет рисунка на пальчиках, и у него нет сетчатки глаза. Потому что если бы это всё было, то с огромным удовольствием бы отпечатки пальцев уже в роддоме бы снимали, и вся наша база была бы заполнена. Для нашей полиции было бы это очень интересно. Но она возникает уже к определённому моменту. А группа крови, она сразу же идёт. То есть, есть предрасположенность. И вот, например, предрасположенность, да, у нас есть, например, там цвет кожи одного, цвет глаз другой, там цвет волос, там третья. И вот так вот мы собираемся, собирается человек, которым мы видим внешность. точно так же собирается и иной человек. Я бы, наверное, так его назвала, да? То есть мы с вами смотрим только поверхностным внешним зрением. И оно действительно очень поверхностно. Мы видим только очертания. А глубоко если смотреть, то там группа крови, какой рисунок на пальчиках. Причём, если вы знаете, что на пальчиках можно срезать эту кожу, и она потом со временем отрастает, и тот же самый отпечаток будет. Причём, если даже вы видите, что видели человека, что у него абсолютно гладкие, например, срезанные, вот эта вот кожа срезанная, то под определённым аппаратом, под срезанной кожей, этот рисунок, он остался. Он никуда не девается. Это не на кожу, это не на, как сказать-то. Этот рисунок, он намного глубже, чем просто на внешней поверхности кожи. Точно так же, как и сетчатка глаза. То есть сетчатка глаза у каждого человека индивидуально не бывает такой второй. Хотя есть некоторые исследования, я с профессором недавно общалась, есть некоторые исследования, где на разных континентах не бывает в одном и том же континенте двух одинаковых сетчаток глаза. Но на разных континентах это, как правило, плюс-минус. Там есть люди с одинаковой сетчаткой глаза. И это тоже даёт вам своеобразное определение ваших, если простым языком говорить, ваших возможностей. То есть мы настолько глубокие, что мы даже не представляем, как это всё работает. Это, как мне сейчас ребята многие пишут, вот там у меня плохие зубы, а можно ли их лечить, либо дождаться, пока вырастут новые? Ребят, смотрите, вот крашеные волосы есть, да? И вы же не говорите там, ой, вот, а мне что с крашенными волосами делать? Я, наверное, их не буду обрезать, пока новые не вырастут. Они у вас и так вырастут. И с зубами та же самая история. У нас на каждом зубике есть уже семь капсул, семь гнёзд, не знаю, как можно сказать, где есть предрасположенность к следующей смене зубов. Но следующую смену зубов не каждый может отрастить по различным причинам. И есть такие моменты, что когда человек не всегда отслеживает, то есть вот я как родитель, например, я не считаю, сколько зубов у ребёнка выпало. Ну, то есть первые зубики, конечно, там, ой, там зуб выпал, да? А когда ему там 7-10 лет, ты уже не считаешь, какой зуб выпал. И очень часто встречается такое, что молочные зубы выпадают точечно у людей к 30-35 годам. Один-два молочных зуба. И кажется людям, что ой, вырос новый зуб. Не всегда так бывает. То есть тут очень много вот этих моментов. И что бы вы ни сделали с зубами, вы можете поставить коронки, мосты, вылечить ещё что-то. Если вы понимаете, как у вас должен пойти следующий рост зубов, он у вас всё равно, нижний, он у вас всё равно вытолкнет этот зуб. С коронкой он будет, ещё с чем-то. Это всё выйдет наружу. За это можно даже не прийти. Это то же самое, что как и волосы. Вы же не скажете там, ой, вот всё, остановите, не надо расти. Они всё равно будут расти. Стриженные вы, не стриженные, с химией, крашеные, ещё какие-то с косичками, с заколочками. Они всё равно будут расти. И то же самое со всем нашим организмом. Просто если вам на сегодняшний день комфортнее, чтобы у вас не болели зубы, ребят, не мучайте себя, не убивайте свою нервную систему. Нервная система — это, наверное, всё-таки даже больше, чем кровь. Это я уже сейчас об этом духу, но пока об этом рано говорить, особенно на открытых эфирах. Но нервная система у нас у каждого своеобразна. Нервная система отвечает не только за нас, а через нервную систему мы можем управлять. Мы можем управлять там, где мы никогда не были, через свою нервную систему. Вот я бы так сказала. Но пока об этом очень рано ещё говорить. Но, ребята, я в закрытых марафонах и на репритах рассказываю. Где же мы не были? Много где. Много где, можно только помечтать. Вот тут вот тоже вопрос есть про депривацию. Вообще, какой опыт и как вообще? Практикуете? Депривацию я не практикую. У меня нет каждый день сна. Мой максимальный... Я максимум не спала 9 дней без подсыпаний. Но это не потому, что я себя вела на силе воли. Это потому, что мне не хотелось. Сейчас у меня... Я не скажу, что у меня сон. У меня нет этого разграничения на сегодняшний день, что здесь я сплю, а здесь я бодрствую. У меня есть дремота, она примерно бывает по 15 минут, по 40 минут, бывает по 2 часа. Но это бывает не каждый день. И всё, что происходит, если я там лежу с закрытыми глазами, я всё равно это всё вижу. То есть там другие состояния, другие ощущения. Нет вот этого проваливания, что здесь вот я проснулся, то есть здесь я себя интерпретировал через тело, а там я себя не интерпретирую через тело, там я просто есть во сне и просто делаю какие-либо вещи. Вот такого уже, как правило, нет. Это у вас самый большой, получается, был срок 9 дней или это просто недавно, а раньше были дольше? Нет, нет, 9 дней — это у меня был самый большой срок. То есть я... Больше, чем 9 дней у меня не было, чтобы я была без подспания. Было по 4, по 5. По 2-3 дня — это как бы вообще стандартная ситуация. А так, чтобы там выйти больше, чем на 9 дней, нет. Мне хотелось полежать, отдохнуть. Ну, мне так. Если кто-то там не спит совсем, может быть, я не знаю. Да, люди пишут, что у вашего кота точно он не депривирует. Да. Он лапу подвернул. Холеет немножко. А вот у меня остался с прошлого эфира. Вот мы про маски в прошлый раз разговаривали. И там вы отмучили, как можно от болезни избавиться. Нужно спросить, зачем тебе нужна она была. И вот я как бы попрактиковала у меня. Женщина, за которой я присматриваю, у неё Паркинсон. И я ей, значит, тут же, прямо вот после эфира пошла, говорю, давай, думай, придумай, почему ты решила, что тебе эта болезнь нужна. И вот мы уже месяц думали с прошлого эфира. Вот с дня этого эфира, получается, нет, не месяц, 14 февраля это было. И так и не придумали. Я ей дала кучу вариантов. Один вариант как-то ей больше близок, но она говорит, ну это потому, что ты мне сказала, я уже начинаю как бы его подумать. Типа, наверное, это ради внимания, что вот мне захотелось внимания. И вот таким способом, наверное, но она не согласна. Но как бы он, наверное, ближе всего. Вот мы не знаем, куда нам дальше идти. Мы зашли в тупик такой. Может, какой-то совет посоветуете? Ну, тут советов же нет. Это садишься, вообще с человеком начинаешь разговаривать, когда в первые 20 минут уже понятно, почему это ему интересно. Но тут ещё другой момент, что не всегда он готов это признать. И некоторые бывают, то есть ты видишь эту ситуацию, почему вот так вот обстоит. И ты человеку это говоришь, а он говорит, да нет, это не так, это не туда. И тогда ты понимаешь, что он просто пока не готов это осознать. У меня есть сейчас на личной консультации девочка, и я очень чётко вижу, что она всё время уходит от себя. Как только мы к ней подбираемся, почему это у неё так, она всё время, у неё что-то случается, то интернета нет, то она занята, то ещё что-то, и всё время уходит. И тут я ей говорю, если ты меня не слышишь, давай пойдём другим путём, давай сделаем вот так-то и так-то. Говорю, тебе нужно просто собрать ещё трёх человек помимо себя, и мы сделаем вот такую-то вот игру. И это будет для вас абсолютно бесплатно, потому что она достаточно, ну как бы она с оплатой, эта игра. Для вас это будет абсолютно безоплатно. И всё, и человек опять, вот он пропал. То есть я понимаю, что это не потому, что ей не интересно, а потому что она боится прийти к себе. Если она придёт к себе, то у неё не останется этого недуга. Что она тогда будет делать без него? Вот это Паркинсон-болезнь. Если у неё не будет этой болезни, что она будет делать без неё? Она же привыкла, и у неё весь образ жизни подстроен под эту болезнь. Как она будет жить без неё? Чем она будет заниматься? Она себе привлечёт в жизнь другую какую-то болезнь? Чтобы её холить или леять? Что будет, если не будет этого заболевания? Да, ей сейчас явно удобно всё это, да, действительно. Интересно, да. Я слышу ответ уже. Чтобы человек этот осознал. Но да, это не хочется, когда ты сделал выбор в эту пользу, то уже менять что-то. Да, слышала вас. Так, какие у нас ещё, у нас извиняются про эго. Вопрос был, оказывается, не Светлане. Это у нас вот тут вот в Зуме люди так общаются, что непонятно, кому они вопросы задают. Они уже 10 раз извинились. Вот. Я хочу сказать всем, кто у нас сейчас в Ютьюбе находится, если у кого-то появилось желание, ищите Светлану. Всё в ссылочках под видео. И присоединяйтесь на её марафон. У неё тоже такое желание. Хочу какие-то упражнения получить для моей этой короткой мышцы. Чтобы куда-то двигаться, да. А проблема, пишет так, проблема денег. И тут же болячки исчезнут. Вот, интересно, это установки. Ну, деньги у нас практически многие деньги воспринимают как что-то инородное. Деньги — это же вы, это же ваша энергия. Почему вы их разделяете от себя? Почему вы их… Мы же, смотрите, по деньгам ещё очень часто бывает, что мы не можем от кого-то принять деньги. И тут же неправильное это, опять же, истолкование. То есть ты даёшь как источник, ты же даёшь любовь, знания. Ты даёшь это всё как источник. Через тебя это идёт, через тебя идёт Свет. Почему ты должен от человека взять? Ты же тоже берёшь через источник, который насыщается тобой, даёт тебе что-то, берёт от тебя что-то. И это про другое. Вот когда так относиться, это уже про другое. И я, наверное, сделаю следующий марафон вот как раз со своим видением про деньги, что такое деньги. Потому что у меня ребята, которые были на ретрите, то есть у них не возникает сейчас вопрос, что такое деньги. Но некоторые не осознали, некоторые ещё идут через голову, но это же всё, это же ты. Почему ты себе не позволяешь что-то вот из этого? Почему ты думаешь, что ты должен вот это? Когда у тебя идёт растождествление себя со своей же энергией, то тебе это тогда чтобы что? Для кого ты будешь хорошим? Это уже другой момент. Вот мы когда тему затрагивали про болезни, Оксана написала, что «что эта болезнь не даёт мне делать?» Вот такой вопрос задавать. Это по родологии Докучаевых. Вы используете такую технику? Нет. Нет, да? То есть у вас зачем она нужна, да? Да, тут же даже не в этом дело. То есть это же опять болезнь мне не даёт это делать. Если ты себя растождествлила с этой болезнью, если ты не есть эта болезнь, то почему ты её просто тогда не оставишь? А если ты сама есть эта болезнь, то тогда зачем тебе это? Тут же уже другие моменты. Если ты не есть эта болезнь, то есть если я не есть этот компьютер, то я могу его закрыть и оставить, и уйти. А если, например, кот — это кусочек моей жизни, то я не могу его оставить и уйти. Это уже про другое. Что вы считаете болезнью? Болезнь — это часть вас, либо она не имеет к вам отношения? Смотря с какой стороны вы подходите к этому. И если касаемо темы рода, то, скорее всего, если касаемо именно заболевания, то я бы, наверное, это назвала больше паттерным поведением, чем родовой программой. У нас очень часто любят копаться, говорят, может быть, я кого-то обижу, я не хочу никого обидеть, правда? Но очень многие начинают копаться там, где нет абсолютно никакого смысла. Опять же, уходя от самого себя, прячась от себя за какими-то теориями, что вот это вот мой род, это ещё что-то, ещё что-то. Род — это хорошо, но ты же можешь его просто вспомнить. Это твой род, это просто твоё прошлое. Вспоминай. Вспоминай свой опыт и иди дальше. Не надо думать, что ты какую-то карму несёшь, что ты ни за кого карму нести не будешь, если ты осознаешься. Карма — это же то же самое паттерное поведение. Что ты считаешь кармой? Почему тебе нужно выйти оттуда? Так, у нас вопрос от Оли. Пробуждение сознания себя — это как привилегия? Или это для каждого? Или просто вопрос времени? Почему кому-то это интересно, а кому-то это вообще бред? Что вы скажете по этому поводу? А я пропал звук немножечко. Можно ещё раз повторить? Ольга пишет, пробуждение, а сознание себя — это как привилегия? Или это для каждого? И просто вопрос времени. Почему кому-то это интересно, а кому-то это вообще бред? Это не привилегия никакая. Это есть наша суть. И действительно, кому-то интересно, а кому-то нет. Но кому-то интересно курить, кому-то нет. Кому-то интересно выпивать по пятницам, кому-то нет. Почему? Мы же не можем быть все одинаковыми, мы не можем стремиться все в одну точку одномоментно. У каждого здесь есть своя задача перед самим собой, что ты несёшь, что ты хочешь сделать. Ваши дети коммуницируют со сверстниками? Тут такой вопрос. Ну, конечно. У меня абсолютно обычные дети, я абсолютно обычный человек, абсолютно обычная мама. Какие у вас таланты? Вот. Возникли, спрашивают. Возникли? Да. Я не могу сказать, что прям какие-то таланты, что я... Ну, ребят, тут... Я же понимаю, что этот вопрос, он с подвохом. А какие там таланты возникли? Тут не таланты, тут идёт раскрытие себя. Раскрытие себя, когда ты понимаешь, что, например, телепатия — это не что-то заурядное. Когда телепортация — это не что-то заурядное. Это доступно каждому. Это есть в нашем мире. И когда ты это видишь, и когда ты этим можешь пользоваться. Вот и всё. И это не что-то сверхспособности. Это не сверхспособность. Это мы. Просто насколько мы готовы это принять и впустить в свою жизнь. И сделать это частью себя, а не какой-то чем-то забуалированным, сказочным. Светлана, а как ваш марафон называется? Скажите ещё раз. У нас люди потерялись. Рождение аватара. Рождение аватара. Светлана, услышали? Потому что пошли вас искать и не нашли. Кто ищет, тот всегда найдёт. Да, я бы ещё на пару вопросиков ответила, и я бы, наверное, вас бы на сегодня покинула. Да, у нас ясный сокол руку поднял. Включайте микрофон. Да, я вас прошу включить микрофон. Доброго здравия всем, друзья. Слышно меня хорошо? Да, да. Доброго здравия, Светлана. Очень любо было слышать и именно ощущать свет в том потоке, который ты сейчас такой любовью доносила. Благодарю. И мне очень близко всё, что ты делаешь. Я тоже практик. И у меня всякие вещи, я люблю экспериментировать на себе. А вот со сном у меня... Так, у меня тут малыши такие интересные, учителя мои. Вот. А со сном у меня всегда были вот такие вот затыки непонятные. И мне удавалось... Честно, я даже и вот писал везде всегда, когда мне говорили, ну ты кратко напиши, там сколько же ты не спал. Вы знаете, говорю, друзья, если честно, я точно не понимаю, сколько это было. Просто это было во время, значит, фестивалей, во время интенсивных практик в потоке. И когда ты отдаёшь, 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 тебе это дают, 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 ты полностью так заряжен, что не просто там на сон времени не остаётся, а... Все в потоке, всё крутится, и вот эта радость переполняет, и хочется всё больше общения, и действительно не хочется. И у меня было такое, что вот заканчивается фестиваль, ты успокаиваешься, поток успокаивается, и вот тут начинаются действительно интересные моменты. что бы я ни делал, что бы я ни делал, я засыпал на ходу. У меня было такое, что я просто-напросто вот ходил-ходил-ходил, я понимал, что движение нужно. Я давным-давно практически никогда не отдыхаю лёжа, я стал... Не отдыхал, не отдыхал. Вот до сейчас момента. Я вот выключил видео, я пришёл сюда, прилетел 3-го числа, а до этого я включился, как говорится, активно 1-го. И вот со 2-го, со 2-го, у меня не было тоже сна. Поэтому я понял, что хватит, надо входить в поток. Сюда вошёл 3-го и всё время вот общаюсь, общаюсь, общаюсь. Вопрос у вас есть, извиняюсь. Да, вопрос такого характера. Поведай мне, пожалуйста, вот это нежелание сна, оно на чём как бы основывается? На голове. От головы у тебя идёт это. Что ты желаешь, сон, что ты не желаешь, сон. Результат-то ведь один, и всё время о нём думаешь. Ты его не отпускаешь сам же. Вот смотри, это же то же самое. Вот ты, например, можешь же пластик понюхать, да? Конечно. Можешь его понюхать. Но ты его не будешь нюхать, потому что в твоей жизни нет этого аспекта, он не актуален для тебя. И поэтому для тебя это как бы… Ну, не нюхаешь пластик и не нюхаешь пластик. Ты не отсчитываешь, сколько ты дней не нюхал пластик. Ты никому не рассказываешь, а как ты его нюхал последний раз. То есть в твоей жизни просто нет этого аспекта. А ты настолько, у тебя всё крутится вокруг этого сна, что ты его не можешь отпустить. Ты очень зациклен на сне. А зациклен на нём, потому что в твоей жизни он играет главенствующую роль в твоей жизни. Он для тебя максимально интересен. Когда не будет интересен, он просто отвалится. Дело в том, что я как бы иду осознанно очень таким глубинным путём. Ну, по-другому можно сказать, путём дурака. Так вот, этот вот путь дурака меня завёл в такие глубины, что приходят до 30 с лишним состояний различного сна. И некоторые состояния, они абсолютно не для нашего ума, не для трёхмерного мира. Просто осознанно выходя. И это необычный сон. Ты же сама сказала, что это полудрёма. Так вот, раньше я клевал. И действительно, ты правильно сказал, был зациклен. Как только я стал благодарить сон за те аспекты, которые он мне стал приносить, у меня вот эти 4-5 дней, которые я не мог понять, сколько же я был без сна, настолько у меня изменялось всё, я не контролировал пространство. Время настолько изменялось, что я всегда говорил, это на видео очень прослеживается, вы мне дайте обратную связь. Каждый час давайте обратную связь. И мне давали обратную связь. Таким я образом соотносил себя с пространством. А у меня сутки пролетали, бывало, мне казалось, часа 4-5. То есть вот, когда в этом потоке. А сейчас, сейчас произошло раскрытие, и я понял, что когда вот это отпускаешь и начинаешь всё любить и благодарить, то всё так же и к тебе возвращается. Тогда и еда и пища – это не яд. Еду и пищу я принимаю даже уже не как лекарство, а как дань подношения, уважения своим родным богам и предкам, которых, с которыми я общаюсь на тонких планах, которые были воплощены здесь. Часть из них я знал при жизни, а сейчас они просто… Я очень извиняюсь, какой вопрос? И вот скажи, а у тебя общение с тонкими планами происходит? В эти самые моменты. Мне вот это очень интересно. Я теперь понял, что… Так, у нас микрофон отключился. Светлана, вы с нами? Да-да-да, у меня телефон разряжается опять. Могу сказать, что общение с тонкими планами либо с другими плотностями, ещё что-то, это не обязательно должно быть в состоянии сна либо вне сна. Если ты это чувствуешь на вибрационном уровне, то это ты чувствуешь всегда. Это вне зависимости от того, в какой стадии у тебя сейчас происходит нервная система физиологически. Понятно. У нас на Ютубе пишут, сон – это наркотик такой же, как и еда. Вы согласны? Нет, я не согласна, что это наркотик ни еда, ни сон. Это мы, наверное, себе сделали так, чтобы какой-то негатив туда напихать. А по факту, ну какой же это наркотик? Ребёнок, когда в животе у мамы, он же тоже питается. Питается через плаценту, питается через кожу. Что он сразу же растёт наркоманом. Нет, это природа. И это природа в этой плотности. И когда мы говорим о другом образе жизни, это просто когда вы понимаете, что вы готовы идти немножко глубже в следующую плотность самого себя. Вот и всё. Нет, это не наркотик. Это образ нашего физического тела до определённого времени. Мы не осознаем всё и не проснёмся, тогда он отпадёт. Благодарю тоже за вопрос ясного сокола. Он так это развернуто вопрос задал. Теперь у нас Ари. Давайте последний вопрос и будем закругляться. Ари, включайте микрофон. Алло, как слышно? Хорошо. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Есть разные рассуждения по поводу нашего пребывания здесь и последующего пути после этого мира. И вот одно такое изначально распространённое мысль, мнение о том, чтобы получить опыт. Сюда пришли. Но есть другое о том, что всё-таки задача выйти отсюда. И что вы думаете по этому поводу? Если всё-таки выйти, то почему выйти? Если опыт, то почему опыт? И почему? Ну, в общем-то, выйти? Кто нас тогда удерживает? Или что? Какие вот по этому поводу рассуждать хотелось бы. Ну, вот смотрите, я какие вопросы не очень люблю. Это, знаете, из той серии «Земля круглая или плоская». То есть какой бы земля ни была, ваш настоящий момент от этого не изменится вообще никак. И мы люди очень часто любим уходить в те моменты, про которые мы можем только говорить. Это рассуждение. Рассуждение, которое ни к нему не приведут. Готовы вы тратить себя на рассуждение? Потому что если мы говорим, что если нам нужно выйти отсюда, выйти куда? Кто-то был там, который пришёл сюда и сказал, что там хорошо. То есть это же опять про бла-бла-бла. Получить опыт. Получить опыт. Мы каждый момент в своей жизни получаем опыт. Только что такое опыт? Мы опытом пользуемся. Нам нужен опыт, чтобы пользоваться им. Если пользоваться, то мы всегда живём в прошлом, чтобы построить будущее. Но в настоящем мы не живём. А если мы на этот опыт не опираемся, а опираемся на чувствование жизни, то только в этот момент мы начинаем жить. И тогда насколько нужен нам этот опыт? Вот вы посмотрите, насколько мы взрослые, мы все же такие опытные. И насколько чаще всего мы несчастны. И посмотрите на ребёнка, у которого нет опыта. Он живёт здесь и сейчас. Вот у него в песочнице кто-то забрал игрушку, лопата его отдубасил по голове, а через минуту он повернулся, и они вместе продолжают играть. И у них нет обиды, у них нет страха друг перед другом, что он ещё раз это сделал. Он же это уже сделал. А сделав один раз, сделает и второй раз. У него нет этого, потому что он живёт моментом. Тогда на каком этапе приходит это понимание, что ты здесь, чтобы получить опыт. Или ты настолько засоряешься, что тебе кажется, что ты пришёл получить опыт. Потому что ты ушёл от своего бытия здесь и сейчас. То есть, получается, пришёл поиграть? Ну а что такое не игра? Ну да, вся жизнь игра. То есть, вот в этом, значит, соль, правильно? Смотри, когда ты осознаёшься, ты уже видел эту игру. Вот я сегодня говорила про то, что уже нет страха перед смертью, не страшно умереть. Это же как раз про то, что когда ты осознаёшься, это происходит в момент, ну не знаю, пробуждаешься или просветляешься, как это называется. И ты как будто этот фильм уже весь видел. И когда ты возвращаешься обратно в своё физическое тело, то тебе уже не хочется ничего изменить, по большому счёту. Потому что ты уже всё это видел. И ты уже не в этой игре. Ты в этом же поле, но ты не в этой игре. Потому что всё уже, тебе человек ещё не успел сказать, а ты знаешь, что он будет. для чего это ему, чтобы что? Согласен. Но в этой игре, допустим, аналогия с детьми, мы всегда познаём этот мир. А познаём-то, чтобы что? Чтобы на следующий день прийти в эту же песочницу с этим же ребёнком? Нет, нет. Я думаю, просто интересно. У меня немножечко… Может быть и так. Я не отрицаю никакую версию, но тем не менее, что с каждой плотностью нашего физического тела мы можем видеть иные субстанции. но так как мы не идём к этому, мы себя прячем за дверью и за одеялом того, что нам нужен опыт. По факту нам нужен не опыт. Мы остаёмся теми же детьми, только с иным потенциалом, с иным функционалом, который раскрывается нам каждый год. Но воспользоваться мы им по определённым причинам не можем. Большое спасибо. Благодарю за вопросы. Светлана, у нас вот ясный сокол, что-то, видимо, ещё он не успел у вас спросить. Если вы пообещаете, что вы будете очень коротко и быстро, потому что Светлана уже ходит, махает головой. Да, Светлана, дадим ему слово. Да, давайте быстренько. Если у меня сейчас телефон разрядится, я опять от вас отключусь. Да, я буду кратким. В основном я всё понял. Поведай мне, пожалуйста, вот этот срок, 9 дней, 9 дней, ты чувствуешь в себе, что легко пойдёшь дальше? Если захочешь. Или это некий вот сейчас рубеж, как Калинов мост, после которого надо... Вот сейчас я с этим играюсь. Я понял, что до 9 я дойду. У меня есть, как бы, твой пример перед глазами. Сегодня шестые заканчиваются. И я спокойно лежал с открытыми глазами, чего раньше никогда не происходило. Я проваливался. Мне приходилось сидеть всё время. Сидеть с поднятыми ногами. Сейчас это не произошло. Я спокойно лежал, по мне прыгали котята и кошки. У меня их 8. Мои... Левый. Учителя священной Бирмы. Пробуждённые изначально с 9 сутей бытия. Вот я чувствую вот эту влюблённость тебя вот в это. И поведай, что вот для тебя 9 дней... Это не предел. Если это вопрос такой, 9 дней это не предел. Спасибо. Благодарю. Да, благодарю за вашу мудрость, Светлана, за ваше спокойствие, за вашу рассудительность, за ваш опыт, что вы делитесь с нами. И будем с удовольствием вас ждать на следующий эфир с какой-нибудь такой же интересной темой, которую вы раскроете. Благодарю. Я вам всем благодарю. Присоединяйтесь. Всех буду рада видеть и на марафонах, и на ретритах. Во благо. Так, ребята, завершилась эфир. Да, Оля, спасибо за ссылочку, что марафона сюда, ссылочку. А то у нас люди потерялись, Светлана в частности. Все всё нашли. Здорово. Если кто-то зашёл, новенький с Ютьюба, и здесь первый раз, на Светлане. ну, я не знаю, на с